В прямой связи сегодня журналист Сергей Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с Владимира Путина, который то ли посетил Мариуполь, то ли не посетил Мариуполь. Вот у вас есть ясность, съездил ли президент Российской Федерации в этот город? Ну, совершенно очевидно по этим съемкам, что это какая-то громадная постановка, в которой искусственно все. Что? Интерьеры, которые его окружают, люди, которые его сопровождают, машины, которые проезжают мимо машины, в которой ведется съемка, скажем так, аккуратно. Я, откровенно говоря, не уверен, что тот человек, который сидит там за рулем, это действительно Путин. В любом случае, это огромный такой потемкинский визит. Можно было его производить под покровом страшной тайны и секретности когда-нибудь давно, а теперь эту консерву распечатать, можно было проводить его в Мариуполе, можно было за этим и не ездить в Мариуполь, все это можно было устроить где-нибудь, на какой-нибудь базе, в одной из резиденций президента на Мосфильме, еще где-нибудь. В общем, живого в этом, несомненно, ничего нет. Там нет ни одного живого человека, реально оказавшегося там случайно и говорящего то, что он думает. Там нет ни одного живого непостановочного кадра на улице и так далее. Так что можно ездить, можно не ездить. Но важно в этой истории одно, что Путину необходимо демонстрировать, необходимо делать вид, ну, ему и тем людям, которые занимаются его имиджем, необходимо делать вид, что он там был. Вот это, по-моему, самое интересное. Зачем им это и почему именно сейчас они захотели произвести такое впечатление и разыграть этот спектакль? А у вас есть объяснение, почему именно сейчас и почему они это делают? Ну, есть тактические задачи. Действительно, очень неприятная история с Международным уголовным судом. Ее нужно чем-то перебивать. Есть длящаяся история такого явного проигрыша Путина Зеленскому, медийного проигрыша, такого имиджевого проигрыша, потому что Зеленский бесконечно ездит по зоне военных действий, появляется в самых горячих точках, появляется немедленно. Мы помним, как после освобождения Херсона он немедленно там оказался. И это не единственный случай. Он приезжал в только-только освобожденные населенные пункты. И, в общем, совершенно очевидно, что он умеет передвигаться, умеет не бояться. Его окружение умеет это организовывать. И все эти ранние утренние проходы по Киеву, в которых нет никаких сомнений, что проходы по Киеву, а не по Киевнаучфильму, это тоже стало уже привычным. Путин очень сильно отставал в этом, так сказать, имидже строительстве. Ну вот попытался нагнать вот таким способом. Ну, кроме того, годовщина аннексии Крыма, нужно было чем-то ее сильным отметить. Уже невозможно больше видеть эти Путинги в Лужниках с замерзшими людьми или там на Васильевском спуске. Это все совершенно уже больше не продается, никакого энтузиазма не производит. Но вот решили так. На Ваш взгляд, вот то, что Вы сказали о том, что Путин, неприятное решение Международного уголовного суда, а для Путина, его окружения, вот все это имеет значение? То есть вот эти все акции, все решения, то есть вот, например, тот же ордер, который выдан на его арест Международным уголовным судом, для него и его окружения, это важно все-таки? Это неприятно? Это их ранит? Как Вы считаете? Да, конечно. Другое дело, что это все-таки, это действие оказывает, так сказать, по-разному и по отдельности. Для Путина это один эффект и одно впечатление для его окружения, другой эффект и другое впечатление. Для, так сказать, дальнего окружения, для тех, кто принимают участие в этой войне и поддерживают этот режим, может быть, не входя в прямой контакт с Путиным, а, так сказать, на своих местах, это третье впечатление. Да, это серьезное очень событие. От того, что оно не имеет сиюминутного или там завтрашнего эффекта, вот как-то завтра не арестовали, все, можем забыть про это. Но, разумеется, это не так работает. Понятно, что это чрезвычайно важный такой политический жест, и этот жест, эффект которого не улетучивается за несколько минут или несколько дней, а этот эффект длящийся, и он со временем имеет тенденцию усиливаться, потому что, что называется, дело открыто, папка заведена, вот она стоит на полке, в ней пока два листочка. Один листочек озаглавлен Путин Владимир Владимирович, а другой листочек озаглавлен омбудсмен Мария Львова-Орлова. Белова. Что, что, простите? Белова она, по-моему, если... Белова, Львова-Белова, простите, конечно, оговорился. Вот, Львова-Белова. А папка объемистая, в нее много таких листиков можно заложить, и их, несомненно, будет там все больше и больше. И факт существования этой папки где-то, и движение, которое в связи с этой папкой будет происходить, он будет производить впечатление на все больше и большее количество разных людей. Западные компании, которые сейчас задумываются над тем, не заработать ли им на санкциях. Я не сомневаюсь, что таких компаний достаточно. У них появляется новый важный аргумент, который они должны обсуждать как-то. А вот что делать, когда мы не просто помогаем подсанкционному режиму и помогаем этому режиму обходить санкции, но мы прямо непосредственно помогаем преступникам, причем не просто преступникам, а тем, кто обвинены в особо тяжких преступлениях против человечества. Там лицо, собственно, элементы геноцида, вот эта история с вывозом и принудительной деукраинизацией детей, это точно подходит под международно принятое определение геноцида, и оно международно принято для всех. Для тех, кто подписал этот знаменитый, все уж теперь выучили наизусть, что есть такой римский статут. Или для тех, кто не подписал, ратифицировал или не ратифицировал. Геноцид – вещь серьезная. За всю историю человечества, ну, во всяком случае, такую новейшую историю, о которых люди много знают и хорошо помнят, не так много было геноцидов. И как-то оказаться участником хотя бы косвенным одного из них – это серьезное испытание и серьезный факт биографии для кого угодно. Любого служащего российского, для любого государственного чиновника, для любого силовика российского, для любого олигарха, промышленника, предпринимателя, кого угодно, для любого сотрудника кремлевской администрации, для любого потенциального партнера путинского режима и так далее, и так далее. Для них, для всех с позавчерашнего дня наступило какое-то новое время. И появился новый фактор, который нужно учитывать. От того, что он не оборачивается сиюминутным арестом, на самом деле он слабее не становится. Он есть, он висит. И я думаю, что вопрос для каждого сегодня, каждого, кто работает на Путина, первый вопрос, который эти люди задают себе – «А когда моя очередь?» И это вам не санкции, и это вам не отъем визы, это вам не закрытие счета в Западном банке, или, я не знаю, блокировка имущества, или конфискация недвижимости, или еще что-нибудь вроде этого. Это штука посерьезнее. А когда ордер на меня, и когда проляжет, так сказать, воображаемая тропинка на скамью подсудимых, по которой я, может быть, никогда не пойду, но знать, что она существует, и думать о том, что эта тропинка проложена для меня, я должен буду думать до как-то последних дней своей жизни. Я сейчас задумался по поводу этого решения, а не происходит ли таким образом десакрализация Путина, в том числе на Западе? Потому что мы слышали о том в начале войны, что Путину хотели дать сохранить лицо, потом боялись его разозлить, и по этой причине предположительно не возили санкции в отношении Алины Кабаевой достаточно долгий промежуток времени. Пока, по крайней мере, такие интерпретации были. И сейчас, приняв это решение и выдав ордер на арест Владимира Путина, его ставят в один ряд, в общем-то, с людьми, которые, скажем так, становятся прикасаемыми. То есть Путина переводят из этой метафорической категории уже в категорию вас предсмертных. Есть такое? Несомненно, вы правы. Мы хорошо помним, еще относительно недавно этот аргумент существовал. А почему вот это не сделано? А потому что они не хотят сердить Путина. Они не хотят дергать за усы. Там много было разных метафор, которые обычно применялись. Вот не хотят его раздражать, не хотят загонять в угол, не хотят того, не хотят сего. Эта логика, как мы видим, ушла. Я даже совсем не уверен, что те конкретные люди, которые принимали это решение, по этому совершенно конкретному поводу и по очень, надо сказать, точно выбранному поводу, действительно, это, ну, юридически очень аккуратное решение, очень тщательное и очень понятное, почему именно это выбрано. Не просто потому, что, о, дети, дети, как-то всем жалко детей. Нет, вопрос совершенно не в этом. А почему, если хотите, можем в двух словах поговорить чуть позже. Но так я к тому, что я совершенно уверен, что люди, которые принимали это решение, они понимали, что это будет иметь еще и такие последствия. Но, тем не менее, это действительно так. Они отменили всю эту систему аргументов, давайте не будем злить Путина. Потому что куда уж дальше злить его. Все, его объявили подозреваемым по преступлению против человечества, организаторам геноцида и так далее. Это важная очень вещь, это новая совершенно вещь, и она повлияет на много разных обстоятельств в дальнейшем. Ну, фактически это снимает вопрос о переговорах с Путиным. Ну, для того, чтобы продолжать вести переговоры, нужно будет по меньшей мере как-то изменить их формат. И человеку, который или людям, или силам, или сторонам, которые будут вести переговоры с Путиным, нужно будет бесконечно оговариваться. Да, мы знаем, что мы переговариваемся с международным преступником. Мы понимаем, что мы переговариваемся с человеком, который организовывал геноцид. Причем одну из самых отвратительных форм этого геноцида. Мы отдаем себе отчет, но вот все вот это длинное предисловие, которое теперь придется применять, а придется, потому что каждый из этих людей на той стороне переговорного стола, они думают о своей собственной репутации, о своем собственном образе, в глазах их избирателей, в глазах их политических партнеров, в глазах будущих их соперников по выборам. Им это припомнят на выборах, несомненно. Много о чем им нужно думать. Так вот, им придется обязательно этот вираж закладывать. Вот таким вот способом. Это, конечно, очень сильно осложняет вообще все вот это бесконечное требование переговоров со стороны России. Раньше у них была, по существу, единственная отговорка. Ну вот, Украина приняла такой закон, у них там есть указ президента, которым заведомо исключается возможность. Ну вот, это их самодурство. Пусть они этот указ президента отменят, и все будет хорошо. Нет, не будет теперь хорошо, потому что к этому, по существу, присоединилось огромное количество стран, к этому присоединился важнейший международный институт. И заметим, что реакция даже тех стран, скажем, Соединенных Штатов, которые не присоединились к Международному уголовному суду, более того, которые очень скептически, иногда даже достаточно агрессивно к нему относились, эта реакция именно такова. Мы не участвуем, но мы понимаем, что обойти это невозможно. Что просто не заметить этого решения нельзя. Хотя да, мы не участвуем в этом суде, в нем участвуют другие страны, другие стороны. Ну что ж, теперь обойти этого нельзя все равно. Я уверен, что такова будет позиция и других крупных стран, которые там не участвуют. Этих стран немало. Израиль, например, не участвует. Китай не участвует. Индия не участвует. Соединенные Штаты, как я уже сказал, не участвуют. Много кто не участвует. Ну и что? Не участвовать можно, а уважать тем не менее нужно. Между прочим, даже в Украине это не ратифицировано. Ну, я думаю, что они ратифицируют теперь достаточно быстро. И, в общем, там проблема эта будет решена. Но анекдот в том, что пока это, тем не менее, так. Китай. Вы упомянули вообще фактор Китая и как он ведет свою геополитическую игру. Потому что разные интерпретации приходят слышать по поводу вообще участия или не участия Китая в этой истории. Но Китай вроде как входит в игру. Вот что вы думаете о китайском драконе? Ну, Китай входит в игру, как я понимаю, потому что китайское руководство понимает, что они точно не могут упустить тех возможностей, которые в связи с этим у них появляются. Соседняя страна, соседняя сила, с которой так или иначе они должны были всегда считаться, с которой они должны были поддерживать достаточно сложные, тонкие отношения, с которой они должны были играть во множество разных игр. Эта страна катится в тар-тарараре. Эта страна рассыпается, разваливается на глазах. И просто стоять молча и смотреть, как она разваливается, как-то еще называется, не по-хозяйски. Как-то странно было бы не извлечь из этого чего-нибудь и не воспользоваться чем-нибудь. Поэтому, ну, вот теперь вступают в игру, потому что, ну, дальше стоять рядом невозможно. Плод созрел, надо срывать. Вот посмотрим, как будут срывать. Сорвут много, несомненно. Китай достаточно агрессивная политическая сила, несмотря на всю свою репутацию, так сказать, такой какой-то медленности, основательности, осторожности и так далее. Но вот тут уж точно как-то лучше в эту пасть ничего не засовывать, потому что не вытащишь потом обратно. Вот, но совершенно очевидно, что они сумели добиться такой ситуации, в которой мир, что называется, затаив дыхание, ждет их следующего шага. Вот этого визита в Москву и результатов этого визита. Вполне вероятно, что сам визит ничем не кончится. Это тоже, так сказать, вполне в, так сказать, китайском стиле, когда все как-то набирают в грудь воздух, а ничего не случилось. Ничего. Зато все, так сказать, пережили это ощущение. Зато все успели почувствовать, как это важно. Но даже если ничего в результате не произойдет, все равно воспоминание об этом останется. Как вот мы ночей не спали, как-то есть не могли, пить не могли, а только, значит, смотрели, а что же там, а что же там, что же там будет. Это тоже важный, так сказать, такой педагогический эффект будет иметь. Но, в общем, совершенно очевидно, что сегодня Россия уже до этого визита, до начала этих изменений, до того момента, как стало понятно, что именно Китай откусил. Совершенно очевидно, что Россия перемещается в положение проигравшей в этом диалоге, ведомой в этом диалоге, зависимой в этом диалоге, ожидающей решения. Вот теперь приедет барин, и барин что-то решит, барин что-то рассудит, что-то даст или не даст, поможет, не поможет, накажет, не накажет, как-то к этому отнесется. А мы будем как-то смотреть и терпеть. Разумеется, никакого равноправия больше в этом диалоге нет. А было еще совсем недавно, можно было еще, там, не знаю, десятилетия назад, или уж точно лет 20 тому назад, можно было говорить. Разговор происходит на равных. Как-то Россия очень зависит от Китая. Но Китай очень зависит от России. Китаю нужен этот рынок. Китаю нужна эта земля для сельского хозяйства. Нужен этот лес для переработки. Китай ждет, Китай хочет и так далее. Мы помним ситуации, когда, ну вот, я надолго запомнил эту историю, как на границе между Китаем и Россией, в той точке, где, предположительно, газопровод должен пройти через границу. И, соответственно, раз газопровод, то и все обслуживающие инфраструктуры. Большая дорога, много всякой строительной техники и так далее. Так вот, на китайской стороне построен целый город. Я забыл, честно говоря, как он называется, но он там есть. Он стоит пустой и ждет. В нем есть все. В нем есть жилье, в нем есть офисы, стадионы, кинотеатры, магазины, рынки. В нем только нет пока жизни, потому что труба еще не пришла. Но они уже ждут. Вот так это выглядело, скажем, десятилетия тому назад. Они очень ждали, они очень хотели. Было очень важно. Мне кажется, что эта жизнь утекла. И среди того, что война уже сделала, она уже погубила эти отношения. Она уже поставила Россию совсем на другую ступеньку, на этой лестнице, и заставляет ее, Россию, разговаривать с Китаем вот так, высоко задрав голову, как-то и надеясь на какое-то снисхождение, милость, помощь, прощение и всякие прочие обстоятельства, в общем, и на политическом смысле, довольно унизительного свойства. На ваш взгляд, какое пространство у Путина политическое остается для того, чтобы маневрировать в этой истории? То есть у него, у построенного им режима, то есть у этой вертикали, то есть есть ли у него еще запас высоты, грубо говоря? Да нет, ну, собственно, у него остался один последний ресурс. Люди. Покорные люди, покорно это воспринимающие. Мы уже видим, что нет никакого энтузиазма, нет никакого восторга, нет никакой патриотической истерии. Все это как-то пытаются накачивать, пытаются раскочегаривать, ничего этого нет. Есть равнодушная покорность, равнодушное принятие. И, собственно, политологи, в том числе очень хорошие, переместились, так сказать, в ту область, где нужно просто пытаться это понять. Как так вышло? Почему это образовалось? Почему люди так покорны? Почему они так равнодушны? Почему они так мало ценят себя, свою жизнь, жизнь своих близких и так далее? Это важный ресурс. Огромное количество, больше ста миллионов покорных людей. Это огромный ресурс. Второй ресурс, который, собственно, переплетается с этим первым, это время. Путин находится во вполне уникальном положении именно благодаря этой покорности населения. Ну, во всяком случае, он так считает, во всяком случае, он на это рассчитывает, что как-то он может не торопиться. У него нет впереди ни выборов, ни какого-то там истечения срока, ни каких-то политических, так сказать, рубежей, которые он должен преодолеть и так далее. Он говорит себе, я могу так сидеть. Я буду сидеть и тратить эти жизни. Вот я сижу у печки на корточках, возле меня лежит огромная груда дров. Вот я как-то топлю и топлю, и топлю эту печку, и огонек горит и горит. Ночь длинная, мы никуда не торопимся, а у вас там у одного выборы вот-вот, у другого там какая-то оппозиция зреет, у третьего сложности с банком, у четвертого сложности с иммигрантами, у пятого еще. У вас у всех какие-то сложности, у вас у всех какая-то торопежка, у вас у всех, вам всем что-то предстоит, а мне ничего не предстоит. Я буду вот так сидеть и сидеть, и топить, и топить. И этим объясняется и последнее его выступление, которое вот, собственно, было, так сказать, перед федеральным собранием. Что главного он сказал? Он сказал, это война навсегда, мы теперь живем в состоянии войны, мы из этой войны все извлекаем. Экономический успех мы извлекаем из войны, наши социальные лифты и, так сказать, наших новых героев, и наших новых политиков мы извлекаем из войны, мы все извлекаем теперь из войны. Война теперь наше основное, наше основное ископаемое. Как-то вот мы будем ее копать и копать эту войну, и вы не думаете, что она когда-нибудь кончится. Вот, собственно, что он сказал. И это его ресурс. То, что он так может долго, ну, во всяком случае, как ему кажется, и у него есть много дров. Вот этих живых дров, вот этих людей, это тоже его ресурс. Больше у него не осталось ничего, экономического давления он оказывать больше не может. Мы видим, как легко, неожиданно легко, на самом деле, Европа избавилась от энергетической зависимости. Это, в общем, свершившийся факт, и эта энергетическая зависимость не вернется. Появились новые связи, например, с Индией по этой части, но мы не можем говорить о том, что случилась энергетическая зависимость Индии. Вовсе не случилось. Как Индия обходилась без этого? Так надо будет, еще раз обойдется. И, в общем, это совершенно ничего не добавляет и не убавляет. Китай тоже в зависимость не впал. Никто не впал. Собственно, все только утрачивается. Оружейный рынок исчез. Для России как-то этого не очень замечают, не очень об этом говорят, но это, тем не менее, тоже так. Есть еще рынок продовольствия, некоторых видов продовольствия. Россия производит много зерна по-прежнему. Предыдущий урожай был громадный. И зерна этого сохранилось до сих пор. Очень много. Обычно работает так называемый экспортный пылесос, который удаляет из страны, так сказать, лишнее зерно. В прошлом году он не сработал. Поэтому есть гигантские остатки, как говорят специалисты. Но тоже не очень понятно, а чья это проблема. Может быть, это проблема тех, у кого остались эти остатки, непонятно, куда их девать. Ну окей, хорошо. Вот, ну, есть много зерна. Есть много семечек, из которых производят ценное подсолнечное масло. Есть некоторое количество удобрений, которые, в общем, полезная, нужная вещь. Но сказать, что существует какая-то зависимость, нет, ее нет. И каждый раз оказывается, что эта Россия должна уговаривать, чтобы у нее по-прежнему это брали. Вот сейчас говорят, скажем, что зерновая сделка на другой своей, так сказать, стороне обернулась договоренностью о том, что начнет работать там какой-то аммиакопровод или что-то вроде этого. Так это Россия навязала это. Это не то, что та сторона как-то умоляла, миленький, пожалуйста, включите ваш аммиакопровод, амратно о том, и без вашего аммиака ужасно страдаем. Нет, это не так совершенно происходило. Это происходило с другой стороны. Россия навязала это в качестве одного из условий этой сделки. И так это, собственно, и будет. Так что ресурсов крайне мало. Ресурсы все носят внутренний характер. И они вот такие люди и время. На ваш взгляд, если поговорить о тех людях, которых называют элитой, ну, просто это очень удобное обозначение. Вот раньше рассказывали о пресловутых башнях Кремля, которые там шатались или не шатались, воевались друг с другом, были какие-то противоречия, много разных красивых образов было использовано. Но сегодня, если мы говорим об этом сообществе, об этих кругах, которые там ближе, дальше от Путина, есть ли там признаки раскола, какая-то такая борьба бульдогов под ковром, которая может привести действительно к каким-то серьезным изменениям внутри этой системы? Я не вижу. Я не вижу никакого особенного раскола. Совершенно очевидно, что те, кто попытались быстро, наскоро, так сказать, построить свое новое влияние и как-то выскочить. Не знаю, хочется придумать какой-то специальный глагол для этого. Выторчить из политического пейзажа. Я говорю там о Пригожине, например. В какой-то мере о Кадырове. У него, так сказать, достаточно много было влияния. Он весил много. И без того. Но как-то он явно сделал попытку. Явно сделал попытку нарастить свой политический потенциал. Мы видим, что этого не произошло. Этого не произошло отчасти потому, что те, кто окружали вот эти новые, так сказать, вытаркивающие какие-то кусты, которые вдруг начали вырастать, они остались этим недовольны, и они как-то быстро их затолкали обратно. Это видно. И это понятно. Так что никаких новых, так сказать, супервлиятельных сил не образовалось на этой войне. Пока мы не можем сказать, что вот это же как-то прошел год войны, и за это время вот такой-то ух ты, как он вырос и так далее. Был какой-то момент, когда казалось, что это Пригожин. Нет, больше так не кажется. И вообще как-то здесь сильные сомнения относительно того, что Пригожин еще долго протянет во всех смыслах этого слова. Вот. Я думаю, что, может быть, та линия разлома, которую мы можем ожидать, она не очень очевидная, она не очень заметная, потому что она очень тихая. Это линия разлома между теми, кто вынужден оставаться на поверхности, кто вынужден как бы нести ответственность. Это там, я не знаю, и Шойгу, и Ерасимов, и разные другие военные начальники, и в какой-то мере там большинство губернаторов, которые имеют то или иное отношение к военным обстоятельствам и так далее. Вот они с одной стороны, а с другой стороны те, кому удалось заползти под коряр. Где Сечин? Где Сечин? У меня вопрос. Куда... Ну, я примерно представляю себе, где Сечин. Сечин деньги зарабатывает. Сечин зарабатывает деньги и пополняет, так сказать, бассейн, как это у них там называется, пополняет карман. Я думаю, что его задача такая. Но я думаю, что отношение к нему там люди типа Патрушева или типа того же Шойгу или, я не знаю, Кириенко, отношение к Сечину должно быть сейчас, ну, по меньшей мере, очень ревнивым. Ах ты, сука, как устроился. Как же ты там тихонько как-то зарылся. И ты вроде как даже и ни при чем. А как же это так вышло? Вот некоторые же умеют. Вот так, собственно, начинаются политические противостояния. Так начинается большой раскол, разлом и так далее. Другое дело, что фараон может попробовать этим воспользоваться в какой-то мере, так сказать, очередная любимая им игра в сдержки и противовесы вот на этом уровне. Но последствия у этого могут быть достаточно серьезные. Мне кажется, мы не вполне еще оцениваем, в какой мере это происходит и какое влияние это будет показывать на дальнейшие события. Ну вот вы упомянули Сечина. Мне просто интересно, как это работает. Грубо говоря, кому позволяют вырваться, кому позволяют уйти в тень, а кому вытаскивают в качестве красной тряпки. Ну, пример. Чубайс, который можно, наверное, с натяжкой назвать человеком системы, хотя там много, но... Он вырвался, он уехал. То есть он вообще самоисключился из этой системы. Игорь Сечин пропал из информационного пространства. Кстати, Миллер тоже не так замечен. А, Собянин. Собянин, которого вроде даже пытались вовлечь в компанию информационную, даже ездил, если я не ошибаюсь, на передовую, но тоже не светит, не отсвечивает, как-то занимает. А кого-то, как Рогозина, например, отправляют в ДНР, так называемый, и он там, правда, получает ранение. Вот как это работает? Грубо говоря, Путин, он сам нажимает на кнопочки с фамилиями? Или тут все зависит от конкретного человека в этой системе? Ну, давайте все-таки честно с вами признаемся, что мы можем только как-то фантазировать на эту тему или как-то воображать это, пытаться что-то такое смоделировать у себя в голове. У нас нет с вами твердых, ясных каких-то указаний, информации по этому поводу. Ну, первое, что важно, мне кажется, что не нужно сравнивать такие случаи, как, скажем, с Чубайсом. Ну, вес Чубайса к тому моменту, когда он уполз, был, ну, все-таки совсем-совсем-совсем-совсем незначительным по сравнению с теми другими людьми, о которых мы говорили, по сравнению и с Сечелем, и с Миллером, и даже с Собяниным. Так что это, ну, совершенно другого, так сказать, класса события. Ну, удалось как-то вывернуться. Ну, как-то вот забился под кровать. Ну, поздравим его с тем, что забился под кровать. Что касается действительно серьезных людей, я нисколько не сомневаюсь, что Сечен серьезен в этой системе, и влияние его очень велико, и давление его было очень сильным, и от него действительно много чего зависит в, так сказать, путинском политическом мире. Ну, мне кажется, что вот это и есть, вот так выражается во время войны форма политического влияния. В мирное время самый влиятельный человек тот, которому удается стянуть на себя все одеяло, или большую часть одеяла. Тот человек, который сумел больше всего себе нагрести полномочий, оказаться самым заметным, самым громким, самым сильным, самым шумным, самым мощным, ни с какой стороны не обойдешь, сверху не перепрыгнешь. Вот он стоит как скала. Вот в мирное время политическое влияние выражается вот в этом. А в военное время, да еще в ситуации, когда война проиграна, я думаю, что они прекрасно понимают, что, ну, собственно, вопрос в том, сколько им удастся протянуть, сколько им удастся еще, так сказать, провисеть в этом состоянии. Ну, понятно, что они выиграть эту войну не могут у всего остального мира. В этих обстоятельствах политическое влияние заключается, собственно, в том, что человеку удается как бы слиться с рельефом, распластаться в пейзаже. Это вот и есть сила. Это вот и есть мощь. Мы можем сказать, что Сичин оказался так силен, что ему удалось и в этой ситуации занять наиболее выгодную позицию. А наиболее выгодная позиция в этой ситуации это вот это вот. Вот такая вот полная миметрия и отсутствие. Я думаю, что он сумел убедить своего патрона, сумел убедить, что он в таком положении будет ему более выгоден, что он сможет для него больше заработать, что он сможет ему больше нагрести, больше припрятать, что он так лучше пригодится. Вот я очень внимательно смотрю за той дискуссией, которая разворачивается между серьезными экспертами по мировому энергетическому рынку, особенно нефтяной торговле и так далее. Разворачивается дискуссия о том, что в действительности происходит. Действительно ли Россия в целом теряет свои доходы от продажи нефти из-за появления вот этого вот потолка, из-за разных видов эмбарго и так далее, и так далее. Или происходит перераспределение. То есть действительно какая-то часть, все уменьшающаяся часть попадает в бюджет, и в этом смысле бюджет теряет. Зато есть другая часть, скрытая, неявная, уводимая в сторону, неконтролируемая, нефиксируемая ни в каких бюджетных показателях и так далее. И я вижу, что серьезные эксперты очень много говорят о том, что вот этот знаменитый поток нефти в Индию произвел колоссальный поток каких-то левых нефтяных денег. Где они? Кто эти нефтяные деньги аккумулирует? Кто собирает это воображаемое золото партии, которое потом столетиями будем искать? Вот у меня есть сильное впечатление, что это, собственно, такие люди, как Сечин, Миллер и так далее. Видимо, им удалось убедить Путина, что ну вот ты там с ними, вот с этими, вот ты с ними воюй как-то, вот ты продолжай, а мы тут пока тебе послужим в другом качестве. Это и есть политическое влияние, это и есть хитрости. Я совершенно не удивлюсь, если пройдут годы, и окажется, что они-то и выжили. Они-то где-то и уцелели. Они-то как-то вот эволюционировали, мимикрировали, в щель под корягой забились, и там продолжают как-то обитать. Вполне возможно, что этим делом обернется. Я, кстати, разговаривал с рядом политиков, в том числе западных кулуарах, и политологов, конечно. И есть такая версия, вот интересно было бы с вами ее обсудить, что на самом деле условный Запад, мы понимаем, что это неоднородное понятие, ну возьмем просто для такого простоты обозначения, они смотрят не только в потенциале постпутинскую, вот эту, в постпутинский отрезок, если он наступит, не на условного Навального, Ходорковского, Явлинского, они смотрят в том числе на тех людей, которые находятся в системе, ну условный Собянин, или даже Мишустин, которые могут стать для условного Запада некими проводниками в новой России, если, конечно, это новое время наступит. Насколько это реальный сценарий, что люди системы, которые, может быть, не запятнали себя, ну вот совсем в крови себя не утопили, они смогут выплыть, выжить и стать локомотивами вот этой новой страны, которая будет строиться после Путина? Ну, знаете, хочется перефразировать заголовок одной прекрасной книжки. «Откуда мы родом? Там люди начитанные». Ну, начитанные они люди, ну или, во всяком случае, насоветованные. Ну да, а так эти переходы происходят. Ну да, а так гибнут тоталитарный режим. Ну да, вот так они трансформируются, так они разваливаются, и вот такое приходит им на смену. Достаточно часто информации про это много, память об этом крепка, много этого всего наисследовано. Да, действительно, довольно часто дело кончается тем, что внутри системы появляются, или они выбираются какими-то внешними силами, или чаще это какая-то комбинация внутренних и внешних обстоятельств, в результате которого люди, которые находятся внутри системы и оказываются той силой, оказываются теми, собственно, действующими лицами, которым потом приходится разбирать это треснувшее по всем швам и всем углам здание. Ну, кто-то должен его разобрать на кирпичи и пытаться потом строить его заново. И вполне возможно, что это вот такие люди, о которых вы говорите, тем более, что есть и формальные механизмы, ну, скажем, фигуру премьер-министра в такой вот диктатуре, которая чрезвычайно мало весит и чрезвычайно мало стоит, пока диктатура жива, сильна, пока она стоит на своих ногах, пока диктатор полон сил и желаний, ну, что там этот премьер-министр? Две минуты и нету, сменили. Но в момент краха, в момент перехода вдруг оказывается, что есть, оказываются, конституционные механизмы, которые позволяют через этого премьер-министра осуществить какой-то переход к следующим выборам, следующей временной власти и так далее. Та самая конституция, которую никто не уважает, которая никому не нужна, вдруг почему-то начинает играть роль во всяком случае в каком-то отрезке времени. Так что выясняется, что там премьер-министр ценная вещь, в случае чего пригодится, в случае чего можно через него что-то такое, мостик перекинуть, досочку на него положить и вот перейти через эту грязную лужу с помощью премьер-министра. Многие про это думают, многие про это помнят. Совершенно не исключено, что ничего этого не произойдет. Но прежде всего потому, что нет никакой уверенности, а лично у меня наоборот. Есть скорее такое убеждение, для меня это наиболее вероятный сценарий, что Россия в том виде, в котором она существует сегодня, не сохранится, не переживет этого страшного удара, не переживет этого краха, этого позора, этой изоляции от остального мира, этого, так сказать, экономического разорения, которое просто постепенно в России происходит. Оно не произошло в одну секунду, но оно продолжает происходить. Мне кажется, что на месте России должно образоваться что-то другое. Понимаешь, не может быть голое, пустое место, что-нибудь будет, но нет никаких, по-моему, оснований считать, что это будет просто вот эта же самая Россия, только с другими людьми. Только как-то под другим именем она будет существовать. Вот есть здание Государственной Думы, вот еще теплые эти стулья, так сказать, насиженные этими нынешними задами, вот все эти люди встали, на их место сели, отчасти какие-то другие, отчасти те же самые, и ничего, поехали дальше. По-моему, так не будет. По-моему, это невозможно. Но, тем не менее, многие мировые политики, серьезные аналитики, и люди, которые ставят какие-то большие деньги на это будущее, они задумываются и о таких возможностях тоже. Да, смотрят внимательно и пытаются выбрать. А есть там что-то живое? Есть там какие-то люди, которые, ну, хотя бы в какой-то мере могут быть использованы или там допущены для дальнейшего. Ну, и первое, что они видят, это вот то самое, что вы назвали. Собянина видят, Мишустина видят, там, каких-то второстепенных деятелей российского правительства видят. Мы же не все эти имена там бесконечно, бесконечно пережевываем. И понимаем, что как-то, ну, есть, наверное, в правительстве люди, которые вот как-то ведут себя аккуратно. Понятно, что все они часть этого режима. Понятно, что все они несут ответственность. Все, кто сидели на этом сайте безопасности, все до единого принимали решение, просто самим фактом своего присутствия там, самим фактом своего молчания, принимали решение о том, что дальше должно произойти. Ну, вот есть такой козак. Где козак? Куда делся? Когда-то был очень важный, когда-то все про него помнили, разговаривали, когда-то поручали ему какие-то важные направления деятельности. Что с ним, собственно, происходит? Не знаю, пойдет день, и кто-то вспомнит, что есть такой козак. А нельзя его найти? Он, собственно, где? А давайте с ним поговорим, что ли? Может, он что-нибудь думает про это, про все? Это я просто для примера. Первое, что пришло в голову. Ну, как-то, если хорошо подумать, положить перед собой лист бумаги, можно написать в столбик какое-то количество вот таких имен, которые вроде были, а потом вроде куда-то делись. Дальше возникает вопрос. Они делись почему? Они делись потому, что вот они такие хитрые, им удалось уползти и как-то снять с себя часть ответственности, и как-то удержаться в стороне и так далее. Или потому, что их для этого предназначили, потому что, собственно, часть, ну, какой-то аварийной системы в этом, так сказать, диктаторском царстве так устроена, что вот такие люди тоже должны быть на что-нибудь потом пригодятся. Вот может если удастся там выклинчить какие-нибудь переговоры с Украиной при посредничестве каких-нибудь важных европейских канцлер. Ну вот мы тогда козакой отправим, пускай переговаривается. Не свечет, что мы увидим что-нибудь такое. Это тоже все, так сказать, из разряда наших предположений. Но понятно, что игра не так проста. Понятно, что она не плоская, не бинарная. Вот как-то у нас сейчас есть Путин и все, что с ним связано, а завтра у нас будет Навальный и все, что с ним связано. Я нисколько не сомневаюсь, что Навальный, если он останется жив, если ему удастся просто физически выжить в этих обстоятельствах, в этой среде, в которую он, так сказать, сам пришел, понимая, что он не может обойти ее кругом, он обязан подвергнуть себя этому испытанию. Если он выживет, он будет играть важную роль. Несомненно. Мы это увидим и есть много разных, так сказать, вариантов и много разных версий, какова именно эта будет роль. и так далее. Но вопрос так не стоит. Вот или один, или другой. Вот, так сказать, листик с двумя сторонами. Вот у него есть сторона А и сторона Б и больше ничего. Нет. Это объемная фигура и это длящийся процесс. Не исключено, что еще после того, как случится что-то очень важное с этим действующим режимом, еще будет режим 2, режим 3, режим 5, режим 8. Может быть, каждый из них будет по 5 минут, может быть, какой-то из них задержится, может быть, они будут как-то плавно перетекать друг к другу, но это не плоский и не одномерный процесс. Это надо понимать и на всех этих людей надо смотреть внимательно и не забывать про них и как-то боковым зрением их видеть. Это все равно полезно. Вопросы из Телеграма, их много, буду начинать их также зачитывать. Спрашивают вас, как вы относитесь к Алексею Венедиктову, цитирую, после того, что он сотворил с электронным голосованием, неужели у вас, честного и бескомпромиссного человека, не остался осадок? Вообще, фигура Алексея Венедиктова, мне кажется, не заканчивается электронным голосованием. Алексей Алексеевич бывал у нас в студии не раз, и он сам говорит, что стал токсичным человеком для многих после 24 февраля и после электронного голосования. Но, тем не менее, там, как вы говорили, есть одна сторона, есть другая сторона в этой бумаге. Алексей Венедиктов и его роль вообще во всех этих процессах, как вы оцениваете его? Я бы сказал, что он играет много разных ролей во многих разных процессах. И описать это одной фразой или поставить ему одну оценку как-то. Ставим ему три с плюсом за все. Это очень странно. Так не бывает. История с электронным голосованием ужасна. Я много раз это говорил. Я это много раз говорил тогда, когда существовало эхо Москвы, когда перестало существовать эхо Москвы. Я говорил это много раз самому Алексею словами, вслух или писал ему. У нас по-прежнему с ним сохранились отношения. Мы с ним знакомы больше 30 лет, и понятно, что это в один день прекратиться не может. И у меня есть привилегия, которую я сам себе призвоил. Она заключается в том, что я могу говорить с ним откровенно. Я могу вам сказать, и я совершенно этого не стесняюсь, что я много раз откровенно говорил ему, что это ужасная история. Она нанесла огромный удар, она принесла колоссальный ущерб. Я много лет был связан так или иначе с системой выборов. Я был и наблюдателем много лет. Я был членом участковой избирательной комиссии. Я участвовал в работах территориальных избирательных комиссий. Я создавал и руководил довольно большой большим гражданским проектом под названием «Все в суд», когда тысячи людей подавали судебные иски в защиту своих прав, которые пострадали во время выборов. В результате этого проекта был большой процесс в конституционном суде, который принял важные решения. Ну, в общем, для меня тема выборов очень важна. Я очень ценю этот институт. Я считаю, что один из самых страшных ударов, который нанесла диктатура по России, это то, что она отменила систему выборов. К сожалению, последним ударом, который по существу на сегодня закрыл эту тему, который сделал бессмысленной всю работу, связанную с наблюдением за выборами, всю работу, связанную с каким-то активизмом вокруг выборов и так далее, и так далее, это электронное голосование, которое позволяет просто произвольно, в любых количествах, в любом масштабе, в любой момент и абсолютно не скрываясь, менять результаты выборов. Просто вот появилась ручка, которую можно, так сказать, джойстик такой, который можно поворачивать в одну и в другую сторону. Что хотят, то и делают. Все, на этом вопрос о выборах закрыт до тех пор, пока это существует. И, к сожалению, Алексей Виндиков сыграл в этом свою роль. Дальше начинаются всякие предположения. Вольно он сыграл свою роль, невольно он сыграл свою роль, понимал он, что он делает это и делал он это сознательно. Или он оказался в этой ситуации, так сказать, ведомым, используемым. Я склоняюсь именно к этой стороне, к этой версии. Я совершенно не склонен, опять же, зная этого человека много лет, не склонен считать, что это было частью какого-то коррупционного процесса, что ему кто-то заплатил, что его кто-то нанял или всякое такое. У меня нет никаких оснований так считать. Я считаю, что это вопрос скорее такой политической эксплуатации. Алексей Виндиктов, человек, которому очень важно было всегда и важно до сих пор остаться в центре событий и быть причастным к каким-то важнейшим политическим обстоятельствам, вот на этом, что называется, он и погорел. Ему казалось, что ему важно находиться в центре этого процесса. Ну, так вот, он и оказался в центре этого процесса и сыграл в этом смысле достаточно негативный уровень. Так что с этим мне, например, все понятно. И я здесь придерживаюсь вполне бескомпромиссной позиции и считаю, что удар страшный, ущерб очень большой и вреда принесено очень много. К сожалению, я должен сказать, что много вреда принесла и атака Виндиктова на фонд борьбы с коррупцией. Впрочем, это была атака обоюдная, взаимная, и я считаю, что обе стороны поступили, я бы сказал, крайне безответственно. И та атака на Виндиктова, которая была начата наоборот фондом борьбы с коррупцией, пришлась как-то страшно не ко времени. Не ко времени, потому что, да, как-то есть война, есть вещи поважнее этого. Вопрос не в том, в каком-то там сплочении, объединении, солидарности или в чем-нибудь еще. Есть более важные задачи, есть более важная работа, которую мы все ждем от фонда борьбы с коррупцией, и которую фонд борьбы с коррупцией, как никто другой, умеет реализовывать. Это мощная организационная структура, пользующаяся большой поддержкой, умеющая как-то стоять на ногах, ставить перед собой задачи, решать эти задачи, создавать мощные медиа, проводить мощные расследования и так далее, и так далее. Этот ресурс они потратили, на мой взгляд, на совершенно ненадлежащую цель. Дальше началась война между одними и другими. Эта война очень вредная, очень неприятная, она будет еще какое-то время продолжаться, она будет продолжать наносить ущерб, ничего хорошего в ней нет, и обе стороны не успокоятся, совершенно очевидно, и один будет продолжать атаковать других, а другие будут продолжать атаковать первых, а дело будет стоять, и другие задачи останутся нерешенными. Вот как я к этому отношусь. Тут вас тоже спрашивают об этой истории, ну, косвенно, наверное, это касается вас, почему вы подписали письмо за снятие санкции с Альфы, и не сожалеете ли вы об этом решении после появления информации от иностранных СМИ о грязном бизнесе группа Альфа переговоры с наркоборонами в США? Это вопрос, который есть в нашем чате, вообще просто минуя вот эти все разговоры о наркоборонах, история с Фридманом, история с письмом и отношение к этому письму, как бы вы могли это прокомментировать? Ну, я думаю, что вы догадываетесь, что у меня не было никаких иллюзий относительно того, будет это история публичной или не будет. Да, конечно, будет. Это было совершенно мне очевидно в тот момент, когда я откликнулся на просьбу одного из руководителей группы Альфа, это не был Фридман, откликнулся на просьбу подписать это письмо. Я уже объяснял много раз, что я считаю, что те санкции, которые были применены против крупнейших российских предпринимателей, не решили проблему. Потому что первоначально, я сам про это говорил, между прочим, довольно много, что задача этих санкций заключается в том, чтобы лишить войну и тех, кто ведет войну, прежде всего Путина и его ближайшее окружение, лишить их ресурсов для этого. Сделать так, чтобы у них не было бы денег на войну. Вот я так говорил. И я поэтому эти санкции приветствовал. Прошел год. Я убедился, что они этого результата не дали. Они не оказались эффективными в этом смысле. И жизнь самих этих олигархов как-то удалось осложнить. Они там жаловались на то, что у них денег, нет денег на, я не знаю, какие-то бытовые нужды, на образование детей, на содержание своих богатых художественных коллекций и все остальное. Да, удалось как-то сделать их жизнь неприятной. Ура! Большая победа. Но это совершенно не оказало никакого влияния, во всяком случае позитивного влияния, на главное, на, собственно, ту задачу, которая ставилась. Не приблизила к решению этой задачи. Войне от этого и тем, кто ведет войну, от этого хуже не стало. Более того, наоборот, выяснилось, что те, кто, может быть, колебался, те, кто задумывались о том, хотят ли они поддерживать эту войну, хотят ли они ее финансировать, хотят ли они по-прежнему быть частью или даже опорой этого воюющего режима. Для них этот фактор оказался скорее, так сказать, склоняющим их на сторону Путина. А, оказывается, выхода никакого нет. Оказывается, вот, собственно, деваться нам некуда. Оказывается, все, что нам остается, это сидеть здесь и тянуть до последнего вместе с Путиным. Это очень неприятный эффект. Поэтому мне представляется, что механическое продление тех санкций, которые наложены на крупнейших российских предпринимателей, безотносительно к источникам их капитала, безотносительно к чертам их характера, безотносительно к тому, в чем они участвовали и как, что они поддерживали и как и так далее. Мы берем их нынешнее состояние. Это люди, которые имеют значение для российских финансов и российской индустрии. Вот наложение на них таких, санкций не дало результата. Поэтому я подписал письмо, в котором мне было сказано «Пожалуйста, миленькие, отмените санкции против Фридмана и его коллег». Там было написано «Я считал бы важным, полезным и даже необходимым внимательно изучить вопрос о продлении этих санкций». Да, я и сейчас считаю важным и необходимым внимательно изучить вопрос о продлении этих санкций. Я надеюсь, что в случае изучения этого вопроса, ну, кстати, это уже и не произошло, уже, собственно, один раунд этого изучения случился, и он, так сказать, никаким изменениям не привел. Ну, может быть, будут еще другие раунды. Так вот, хотелось бы, чтобы люди, от которых это зависит, принимали бы решение, исходя из этой задачи, прежде всего, исходя из того, это помогает или это мешает. Это, знаете, то же самое, как с другими громкими конфликтами, которые произошли за это время. Вот, не знаю, вспомним, там, скажем, громкие конфликты вокруг каких-то медиа, где работают российские журналисты. «Дождя», например, того же самого «Эхо Москвы», и так далее, и так далее. Есть простой вопрос. Вот этот скандал, вот этот конкретный наезд, назовем он это так, вот эта атака, вот это оскорбление, вот это унижение, вот это ругань и так далее. Это помогает или мешает той цели, которая перед нами, перед всеми стоит. Наша цель состоит из четырех частей. Первое – возвращение Украине отторнутых у нее земель. Второе – восстановление Украины за счет агресса. Третье – наказание агресса. И четвертое – появление гарантий, что агрессия не повторится вновь. Вот четыре вещи, которые нас интересуют. Вопрос. Этот наезд на дождь этому помогает или мешает? Вопрос. Вот эти санкции против, не знаю, того же самого Фридмана, Авена и всех остальных, они помогают или мешают? Точно знаем, что не помогают. Точно знаем, что ничего хорошего из этого не произошло. Может быть, не надо продолжать? Может быть, придумать что-нибудь другое? Может быть, предложить им совершить какие-то действия и предложить им конкретный механизм совершения этих действий, конкретную процедуру, конкретные критерии того, что эти действия произведены? Вот эти люди должны сделать что для того, чтобы санкции были с них сняты? Давайте, может быть, это сформулируем? Мы чего от них ждем? Они должны какие в точности сказать слова? Они должны куда направить свои деньги и какие? Они должны предоставить какую информацию? Давайте это сформулируем, посмотрим, дальше выясним, этот сделал, этот не сделал. Но, в общем, это требует рассмотрения, внимательного рассмотрения. Я подписал письмо о том, что эта ситуация должна быть внимательно рассмотрена. Предложит еще одно такое письмо подписать, еще раз подпишу. В отношении какого-нибудь другого олигарха, с которым я, в отличие, скажем, от каких-то кое-кого из тех, кто работает в Альфе, я их как-то знаю давно, хотя бы потому, что они очень давно существуют, раньше Путина. Я Авена знал тогда, когда он был министром внешних экономических сношений Российской Федерации, в этом качестве интервьюировал его для независимой газеты, которые многие уже забыли, а кое-кто, может быть, помнит громадные интервью, которые выходили. Так что, что называется, давно здесь сидим, давно с ними знакомы, но, если нужно, я бы задумался и о других людях, находящихся в таком же положении. Ну, кстати, по поводу богатых людей, я не знаю, насколько уместен сегодня термин олигарх. Кажется, что после 90-х олигархов уже не осталось в таком классическом представлении в России. Но вот есть крупный бизнес, миллиардеры российские, Дерипаска, Ну, после 90-х не осталось, зато новые появились. Я считаю, что Ротенберги это абсолютно точно олигархи, я считаю, что Ковальчуки абсолютно точно олигархи, еще можно найти несколько. Новые появились, старые, несомненно, перестали ими быть, если и были когда-нибудь. Точно так же, как невозможно сравнивать, например, объем коррупции, который существовал тогда, когда Борис Немцов объявлял свою беспощадную войну олигархам и олигархической коррупцией, и той коррупцией, которая существует в России сегодня. Это совершенно несравнимые вещи. Там к этой коррупции добавились многие-многие-многие нули. Я не знаю, шесть нулей по меньшей мере я бы добавил к этим объемам. Там уж посмотрим. Но все равно вот если посмотреть на, не знаю, условного Прохорова, Дерипаску, Потанина и, с одной стороны, Авина, Фридмана, с другой стороны, это все разные люди, разные какие-то позиции вот в этом российском обществе. То есть это разные олигархи, грубо говоря? Ну, смотря в каком отношении разные. Смотря мы что в них измеряем и устанавливаем разность как-то температуру, кислотность, вес, объем. Скажем, я сейчас тоже пытаюсь стремулировать. Да, действительно, некую вовлеченность в политический процесс. А Авина совсем другое. Простите, не расслышал. Еще раз. Да, вот если мы берем некую вовлеченность в политический процесс, можно вырваться, например, как-то совсем вырваться, порвать там связи с Россией. Можно остаться и как-то пытаться маневрировать в этой мутной воде. Вот если мы говорим о тех, кто еще как-то пытается маневрировать. Я так понимаю, что Авина и Фридмина все равно не порвали полностью связи с Россией, несмотря на все проблемы. Альф работает и так далее. Вот этот степень компромисса, уровень компромисса, допустимый уровень компромисса в этой среде, как вот это все можно оценить и можно ли оценить? Я небольшой специалист. Знаете, по этой части я как бы не очень умею их различить. Я вижу, что там про Прохорова совсем ничего не слышно. Прохоров «Куда ты делся?» И там иногда всплывают какие-то отрывочные слухи по этому поводу. А Тиньков звучит достаточно громко, Дерипаска звучит достаточно громко. Ну, какие-то внешние приметы вроде есть, но я не берусь этого анализировать с подробностями. Я не берусь как бы разбираться в причинах этого и так далее. Я уверен в одном. У каждого из этих людей есть большой потенциал. у них есть каждого из них по-прежнему. Так или иначе он контролирует много денег и, что может быть еще важнее, он контролирует много людей. Вот если мы говорим о том, что люди это, собственно, основной, а может быть, единственный, последний ресурс Путина, надо отдавать себе отчет в этом, что за каждым из этих людей большие предприятия, целые города иногда, колоссальное количество людей, имея в виду и семьи тех, кто так или иначе от них зависит. Ведь эти деньги это же не просто какие-то мешки денег, которые лежат в каком-то огромном бронированном подвале. Нет, это, что называется, активы. Это предприятия, это инженерные сети, это инфраструктура, это разного рода социальные учреждения, что называется, и так далее, и так далее. Эти люди могли бы оказать влияние на тех людей, которые от них зависят. И в этих обстоятельствах это могло бы оказаться очень важным. Поэтому как бы сбрасывать их влияние со счетов невозможно. И тут, возвращаясь к предыдущей главе нашего разговора, я скажу, именно поэтому очень важно правильно выбрать точно, рационально, жестоко, если нужно, выбрать точку давления на этих людей, не ту, которая сейчас, та, которая сейчас не работает, а какую-то другую, я не знаю какую. Есть там разные предположения, но как-то сейчас, наверное, не самый лучший момент, чтобы ими делиться. Не у меня спрашивают, что называется. Вот, но потенциал большой. У этих людей по-прежнему потенциал большой. Называй их олигархами или не называй, мы не случайно все знаем их имена. Мы все как-то, разбуди нас ночью, мы начнем их перечислить. Это не просто так, они не в лотерею и это все выиграли. Хотя некоторым кажется, что в лотерею. Нет, на самом деле нет. На самом деле, действительно, они играли роль в России, и они могли бы продолжать играть роль в России сегодняшней, которая гибнет под Путиным, и, может быть, даже в России завтрашней, которой предстоит каким-то образом восстанавливаться. И это важнее, чем пытаться как-то их взвешивать и говорить, а вот кто оказался хитрее все-таки как-то Прохоров или Потанин. Они как-то вроде были вместе, а потом как-то оказались отдельно, а вот который из них оказался круче. Да, в общем, на самом деле, по-моему, это не так важно. Они обе в заднице на сегодня. И хорошо бы этим как-нибудь воспользоваться. Я хотел прикинуть уже мостик у нас. Мы уже час с вами разговариваем. Есть ли у вас время еще? Есть, есть. Хотел перекинуть мостик от олигархов к телевизионным начальникам и к их автономности, самостоятельности, я понимаю, в рамках возможного? Потому что, например, есть ли какие-то особые полномочия у Константина Эрста, который, кажется, тоже не очень старается отсвечивать, то есть, будучи главой Первого канала. И, судя по всему, главную пропагандистскую функцию берет на себя телеканал России группа ВГТРК, вот эта Всероссийская государственная телерадиокомпания. И здесь, в этой медийной среде, которую вы хорошо знаете, появляются еще такие игроки, как Алина Кабаева, которая является руководителем русской медиагруппы. И насколько она вообще контролирует процессы, или это просто человек поставленный, но ничего там не делающий, на самом деле? Вот что происходит в этом мире, в мире пропаганды и контролируемых Кремлем медиаресурсов больших? Ну, вот это уже точно искусство, так сказать, анализирования с помощью маленькой пипеточки и крошечных щипчиков огромной кучи навоза, в которую это все превратилось. И я точно не любитель в этом разбираться. Мне кажется, что роль всех этих людей чудовищна, и роль Эрнста ничуть не мягче, чем роль Добродеева. Это люди, которые совершили страшное зло и продолжают его совершать каждый день, и они являются важнейшим инструментом и элементом этой войны, важнейшим родом войск на этой войне и должны отзаятатри. И от того, что один из них одет со вкусом и носит такие какие-то особенные прически и умеет как-то так интересно глядеть в бок, как Эрнст, он не становится нам от этого милее. Он преступник, он военный преступник. Такой же ровно военный преступник, как Добродеев, такой же ровно военный преступник, как Кабаева, постольку, поскольку она занимает этот пост. Откровенно говоря, мне кажется, что она абсолютно декоративная фигура, мне кажется, настолько, насколько я вообще представляю себе устройство власти в России. Она понятно, что она какой-то инструмент, так сказать, она некоторый такой символ присутствия главного начальника на этом месте. Ее тут, так сказать, можно было фарфоровую куклу посадить как-то, и все бы поклонялись фарфоровой кукле. Но в любом случае ответственность она несет. Она несет, потому что она сидит на этом стуле. Не хотела бы нести ответственность, не сидела бы на этом стуле. Что уж ей для этого надо сделать, не знаю. Может быть, что-нибудь ужасное. А может быть, нет. А может быть, просто было бы соскользнуть. Посмотрели бы. Но пока это так. Я думаю, что тогда, когда пойдет речь, тут мы возвращаемся к самому началу, к геноциду. Когда мы возвращаемся к истории с Международным уголовным судом и так далее, и к той большой папке, которая пока еще почти совсем пуста, но постепенно будет наполняться, конечно, их место там. И их место там в первых рядах. И это одни из тех, кто точно наравне с реальными организаторами массовых расстрелов, организаторами обстрелов мирных городов, организаторами депортации детей, организаторами издевательств над пленными и так далее, и так далее, вот они тоже организаторы этого всего. И наравне с другими такими же организаторами должны нести ответственность. И сегодня мы видим, что в современном мире, где информация стоит так дорого, и где все, так сказать, коммуникационные структуры оказываются так важны, и ответственность очень велика. Больше, чем у многих других служащих, так сказать, этого режима. Так что я не пытался бы среди них искать какого-то менее виноватого или более виноватого. Эта система нанесла России катастрофический рон, убила ее на самом деле. Вот, собственно, опять мы все крутимся вокруг одного и того же, вокруг главного ресурса, который есть у Путина. Что дало ему этот ресурс? Две вещи. Бедность это важнейшая вещь, которую нельзя забывать, и действительно путинская экономика построена вот на этом, на том, что люди очень бедны, очень зависимы, очень безоружны перед собственной нищетой, и эта нищета совершенно безысходна. Это сыграло свою роль и продолжает играть сегодня. Это важная вещь. И второе, это 20 лет давления. Каковое давление, в свою очередь, состояло из двух частей. Из давления, собственно, силового, из того, чем занималась полиция, спецслужбы, прокуратура, суды и так далее, которые последовательно наказывали людей за любую активность, за любое проявление своего собственного достоинства. Сначала это было наказуемо, а потом это оказалось прямо объявлено преступлением. А второй вид давления, это информационное давление, что людям еще и бесконечно объясняли, что так вести себя нельзя, это вредно, опасно, это преступление, это предательство, это грех, харам, назовите это как угодно. Вот они вместе это делают. Топтуны из управления Э со своей стороны, а топтуны с телекамерами, которые вламывались вслед за управлением Э, туда же, на эти же обыски, на эти же погромы, со своей стороны. И я хорошо помню, как уничтожали мемориал, например, крупнейшую гражданскую организацию России, которая в конце концов получила аж Нобелевскую премию, уже как-то дальше нет. Кто это делал? Две команды, рука об руку, в одном, так сказать, в одной сцепке, в одной свиньей они шли и проламывались в двери. Люди с дубинками и наручниками, помните этот знаменитый кадр, когда двери в мемориал были застегнуты наручниками. Вот люди с этими наручниками, этими дубинками, этими ордерами на обыск и этой готовностью тащить, я не знаю, избивать, сажать и так далее. И люди, которые на их плечах врывались туда же с телекамерой и микрофоном. Одна команда. И отвечать должны вместе. Мне вот интересно, это очень личный вопрос, потому что мое поколение журналистов как раз, конечно, в каком-то смысле воспитывалось на поколении журналистов, которые были звездами в 90-е годы. Это и Сорокина, это и Миткова, это и Киселев, и второй, кстати, Киселев. И здесь вот мне просто интересно, как происходит эта линия разлома. Почему Сорокина с одной стороны, а Миткова с другой стороны? Почему Млечин молчит, а Пархоменко говорит? Ну и так далее и тому подобное. Как проходит вот эта линия именно в этом сообществе людей, которые в каком-то смысле, наверное, определяли картину мира для русскоязычного пространства с экранов телевизора, независимых СМИ и так далее? Как это происходит? Это очень индивидуально. И это в каждом отдельном случае по-разному. Иногда это просто случайность. Вот человек в этот момент оказался здесь, а не там. Вот человек в этот момент оказался там, не знаю, в ссоре со своим тогдашним начальником по совершенно постороннему поводу. И в результате оказался не по эту сторону, а по ту. Потому что в эту секунду их отношения как-то надломились по какому-то плевому поводу, который сейчас даже и не вспомнишь. Иногда бывает и так, все живые люди. Иногда человеку повезло быть окруженным какими-то другими людьми, которые имели для него значение. И которые, что называется, оказывали влияние. И которых этот человек своим каким-то мысленным взором все время видит. Это и могут быть близкие, это может быть жена или муж, это могут быть дети, это могут быть какие-то друзья. Для меня очень большую роль сыграл мемориал и люди-мемориалы. Так получилось, что я довольно давно с ними общался, я не зря все время про них вспоминаю. Все время как-то к этому примеру возвращаюсь. Я считаю, что это одна из самых, с одной стороны, славных историй, а с другой стороны, самых страшных историй как бы уничтожения этой группы людей. Но они сыграли очень большую роль для меня. И ну как-то я как-то все время про них помню. Помню в том смысле, что ну у меня есть такое ощущение, что я как-то для них чего-то делаю. Я пишу что-то, и мне интересно их мнение по поводу того, что я пишу. Я говорю что-то, и мне интересно, что они скажут. Мне важно, что они скажут. Люди вот из этой среды, из этой сферы, посвятившие свою жизнь изучению страшного зла, которое случилось в российской истории, которое не было до конца осознанно, не было пережито, не было понято, не было как-то отмещено, тоже не было. В общем, не случилось с этим многого из того, что должно было с этим случиться. Но они на это положили свою жизнь. Их на самом деле довольно много. Они живы, они, ну, многие из них живы. Арсений Борисовича Рогинского нету. Он умер несколько лет назад, и его страшно не хватает. Человека, который создал мемориал. И Сахарова нету, который имел отношение к созданию мемориала. Очень большое. Вот. Так что, ну, я бы сказал, что это очень индивидуально. Я бы сказал, что это, ну, как бы, ничем таким особенным не предопределено. Вот. Но, что важно тоже, это то, что в какой-то момент люди, что называется, машут на себя рукой. Им в какой-то момент начинает казаться, что они уже совершили какую-то ужасную ошибку. Они уже позволили сделать с собой это, и дальше уже не страшно. Уже дальше пусть будет. Дальше уже, что называется, прорываться будем только вперед. Будем делать все большие подлости, будем кичиться этим, будем, будем хохотать сатанински. Вот мне кажется, что то, что делает, там, скажем, Соловьев, он сатанински хохочет, так сказать, проваливаясь в эту преисподнюю, с каждым днем все глубже и все ближе к какому-то страшному огню воображаемому. Он сатанински хохочет. И таких есть некоторое количество, которые нисколько не стесняются того, что они делают. Они с криками, да, вот такое я, значит, и вот, да, вы еще не знаете, на какую я способен подлость. Да, я еще покажу вам, как это бывает. Вы еще удивитесь. Ну, это вот форма, форма истерики, форма разложения тоже. Вообще в этом, на самом деле, действительно гораздо больше личного, чем нам кажется. И иногда самые страшные люди, которые оказались на, что называется, той стороне, и которые сегодня совершают каждый день это ужасное преступление, это люди, которые там оказались, потому что в какой-то момент дали маленькую слабину. Вот как-то чуть-чуть что-то такое, чуть не дотянули, и все, посыпалось. Так бывает. А история Невзорова и его поиск у себя, возможно, вот он все-таки, есть определенные пятна в его биографии, вильнюсские события, например, многие помнят и неоднозначно оценивают. Ну, Невзоров сейчас на этой стороне. Как оцениваете его роль, его значение, его влияния, скажем, на общественное мнение? Насколько это важная и знаковая фигура сегодня? Не знаю, я не могу этого оценить, насколько она важная и знаковая. Я знаю, что Невзоров играет только на себя. Невзоров каждый отдельный момент времени выбирает, как бы тот, так сказать, смотрит на положение на доске, оценивает позицию, делает лучший ход в любое время. Это тоже, между прочим, особый талант. Так люди становятся великими шахматистами, потому что они умеют оценить позицию и сделать лучший ход. Вот. Так что, что значит в его биографии есть пятна? Просто он бывал разным человеком за время своей жизни. Он как-то воевал за тех и на других. Он играл и за белых, и за черных в этой партии, потому что в этот момент это, как ему казалось, лучший ход. Он и сейчас, как ему кажется, делает лучший ход. Ну, вот так повезло, что этот лучший ход в какой-то мере оказывается полезным для того дела, которое нам кажется сейчас самым важным. Агрессор должен быть остановлен, повержен и наказан. Ну, окей, я очень рад, что лучший ход с точки зрения Невзорова оказался сейчас вот таким. Ну, отлично. Другое дело, что я прекрасно понимаю, что пройдет пять минут или два дня или три месяца или еще что-нибудь, и вдруг Невзорова покажется, что лучший ход другой. И он его сделает однокровно, абсолютно спокойно сделает. Таких людей много, на самом деле, вокруг нас. Нужно, с одной стороны, на мой взгляд, как-то относиться к ним с пониманием этой их особенности, скажем так. А с другой стороны, ну, окей, надо радоваться, когда вот эта сиюминутная позиция, это сиюминутное действие оказывается на стороне чего-то важного, нужного, полезного и так далее. Окей, извлекли пользу. Знаете, с помощью танка, наверное, в какой-то ситуации можно и вспахать что-нибудь, например, или, я не знаю, перевести какой-нибудь полезный сельскохозяйственный груз. Вот. А с помощью ужасной межконтинентальной ракеты можно сбить какой-нибудь метеорит, который летит в сторону Земли, точнее, астероидный метеорит. Астероид, который летит в сторону Земли, мы это в кино видели много раз. И тоже использовать это на пользу. Ну, хорошо, спасибо тому танку и той ракете, которая на самом деле несет смерть и разрушение и создана для этого. Ну что, в завершение эфира давайте примем звонок. У нас зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Грэм, здравствуйте, гримчане. Это Лев из Коннектикута. У меня вопрос к Сергею Борисовичу. Вы, Вадим, упомянули Леонида Млечина. Я хотел бы знать, если вам, Сергей Борисович, что-то известно о Леониде Млечине и причина молчания его YouTube-канала. Спасибо. Нет, мне ничего не известно никаких подробностей его сегодняшней жизни. Причина молчания, если я правильно понимаю, он остается внутри России сегодня. Почему он остается внутри России, другой вопрос. Ну, так захотел. И, видимо, он считает, что в этих обстоятельствах как-то лучше помолчать. Я понимаю, что мое объяснение совершенно ничего не объясняет и никак вас не удовлетворяет, но глубже не могу. По-моему, все просто. Ну что ж, спасибо вам за то, что уделили время и до следующего раза. Всего вам доброго. Спасибо большое. Всегда очень рад. Мы продолжаем наш эфир.